Золотые блоки питания Vingo VPS G мощностью 550 и 650 ватт произвели на нас самое лучшее впечатление. Их низкая стоимость сочетается с высококачественной элементной базой, тихим и эффективным охлаждением, а также отличными выходными показателями. А как дела обстоят с решением Vingo VPS 750G, занимающим высшую ступеньку в данной линейке? С нас ответ, а с вас лайк и подписка, думаем такой бартер будет вполне справедливый. Красивая упаковка сообщает об основных преимуществах устройства и доступных для подключения коннекторов. Внутри имеются два фирменных мешочка. В одном хранится сам источник, а во втором – подключаемые кабели. Вдобавок в комплекте идут крепёжные винты с фигурными головками в количестве 6 штук и сетевой кабель питания. Красиво сглажены углы неординарной формы. Непрактично, большие габариты поместятся не в каждый корпус. Проще говоря, в плане дизайна VPS 750G имеем то же самое, что и с младшими собратьями по линейке. 120-мм вертушка получает воздух через круглые отверстия. Да, можно было бы установить и решение побольше. Однако в менее мощных представителях и такой пропеллер без проблем справлялся с поставленной задачей. Тыльная часть может похвастать привычным сетевым разъёмом и кнопкой включения-выключения. Фирменные кругляшки здесь также повсеместно. Таблица на брюшке указывает на применение единственной 12-вольтной линии мощностью 732 Вт, то есть почти 98% от номинала. Для более мелких каналов в общей сложности отведено всего 100 Вт, этого должно хватить. Для доступа внутрь придётся дополнительно открутить винты на обеих боковинах и на панели с выходными разъёмами. Как и 650-ваттные решения, блок питания Vingo VPS 750G оборудован модульной системой подключения кабелей. Аналогичным образом все провода выполнены в виде удобных в укладке шлейфов. Их калибр выбран с запасом по толщине, а длина кабелей позволит без проблем выполнить их скрытую укладку. В число коннекторов входит пара 4 плюс 4 контактных ATX-12V, 4 6 плюс 2 контактных PCI-E, целых 12 SATA на трёх отдельных проводах и 3 PATA с вечно молодым FDD. Все разъёмы на корпусе и коннекторы на проводах заботливо подписаны, поэтому трудностей при подключении проводов быть не должно. Чтобы насладиться прелестями внутренностей новинки, нам пришлось открутить в общей сложности 14 винтов. И сразу же отметим интересную форму используемого радиатора. Гребешки имеются только в первой его части, тогда как вторая, которая как раз поближе к горячим силовым элементам, выполнена в виде обычной пластины. Активный отвод тепла возложено 120-мм решением, которое мы уже видели внутри 650-ваттника. Производитель подтвердил наши догадки об использовании надёжного и тихого гидродинамического подшипника. Рядом с вертушкой поместилась часть EMA-фильтра, состоящая из двух Y и одного X-конденсатора. Далее главное печатное плате питание подаётся через трёхконтактный коннектор, в котором задействовано два крайних разъёма. Остальные элементы электромагнитного фильтра, а именно дроссели, конденсаторы, варистор и предохранитель распаяны уже на главной PCB. Для выпрямления напряжения используются пародиодных сборок, каждая из которых рассчитана на ток силой 10 А. Охлаждение с помощью главного радиатора радует, а вот способ крепления их обеих с одной стороны не очень. Входной электролит от японского производителя Nippon Chemikon сочетает в себе отличное качество, достойную ёмкость и возможность работы при высоких температурах. Напомним, внутри 650-ваттника ёмкость данного конденсатора оставляла желать лучшего. Напряжение основной линии плюс 12 Вольт формируется синхронным выпрямителем, который включает в себя 4 MOSFET на обратной стороне PCB. Через термопрокладки тепло от них отводится на корпус источника. Преобразователи постоянного тока обеспечивают другие необходимые номиналы, благодаря этому имеем полностью независимую стабилизацию разных напряжений. Пластины, выведенные на лицевую сторону печатной платы, также принимают участие в теплообмене. На одной из них зафиксирован термодатчик, от показателей которого и зависит частота вращения вертушки. Таким образом, активный обдув осуществляется максимально эффективно и тихо. Дочерняя плата содержит на себе элементы DC-DC преобразователей, шим-контроллер, дроссели и конденсаторы. Выбор ёмкости для фильтрации напряжений указывает на отсутствие какой-либо экономии. Используются электролиты из высокотемпературных серий от японской компании Nippon Chimikon, а также надёжные полимеры. Что касается безопасности, то официальный сайт производителя говорит о наличии защиты от повышенного выходного напряжения, от короткого замыкания и от перегрузки по мощности. Правда, используемая микросхема Supervisor позволяет реализовать также защиту от пониженного выходного напряжения и от перегрузки по току каждого канала. Однако, были ли использованы такие возможности, производитель не указывает. Вплоть до отметки 350 Вт вертушка вращается очень тихо на частоте 700-1000 оборотов в минуту. До достижения 450 Вт уровень шума можно характеризовать как тихий. При дальнейшем увеличении нагрузки вентилятор постепенно разгоняется до 1540 оборотов в минуту, что является номинальной частотой вращения попавшего в наши руки экземпляра. Звук от его работы при этом не превышал среднего уровня и оставался в очень комфортном шумовом диапазоне. Нагрев компонентов оказался сравнительно небольшим, как и в случае с менее мощными решениями. Больше всего прогрелся главный трансформатор до 75 градусов. Данное значение было получено при длительной постоянной нагрузке и оно является далёким от критического. Большая площадь рассеивания радиатора всё же не помешало бы, однако опять же всё и так в пределах допустимого. Узел стабилизации напряжения хорошо справляется со своей задачей, поскольку отклонения не превышали допустимых норм. Имеем отличную стабильность линий плюс 12 Вольт без каких-либо просадок. Показатель достойный отдельные похвалы. Низкий уровень пульсаций также оставил приятное впечатление. На двух младших линиях они не превышали 50 милливольтную отметку. Состояние канала плюс 12 Вольт также радует. В рабочем диапазоне обычного ПК пульсации будут минимальными. Модуль APFC очень хорошо справляется со своей задачей. Уже при потребляемой мощности 150 Вт коэффициент PFC достиг 0,91. Максимальное же значение 0,99 было зафиксировано при нагрузке свыше 650 Вт. С КПД также всё в порядке. Тест реальной эффективности подтвердил соответствие новинки стандарту 80 PLUS GOLD для напряжения 230 Вольт. Наиболее эффективным источник оказался при нагрузке от 135 до 630 Вт. В этом диапазоне владелец может рассчитывать на КПД свыше 90%. В ходе наших экспериментов нагрузку на тестируемую модель мы увеличивали до 9 сотен Ватт, а это плюс 20% к номиналу. При этом причин для жалоб не появилось. Выходные показатели Vingo VPS 750G под нагрузкой – это режим Burn и при бездействии системы, режим Idle, можно характеризовать как отличные. Ни на одной из линий не было зафиксировано даже просадок, не говоря уже о выходе за пределы допустимых значений. Обратите внимание на стабильность напряжения, разница составляет не более 0,01 Вольта при изменении нагрузки. Подобные результаты ранее мы получали в случае с блоками питания от Seasonic, которые для многих являются эталонами среди источников. 750-ваттный Vingo VPS 750G в самом деле не так далеко отошёл от 650-ваттника, и то только в хорошем смысле. При изучении внутренней начинки младшего решения нас смутило лишь использование входного конденсатора небольшой ёмкости. У протестированной же модели в этом плане всё хорошо. Электролит выбран с хорошим запасом. Остальные позитивные черты сюда перекочевали без каких-либо изменений. Золотой КПД, вертушка на основе гидродинамического подшипника, японские высокотемпературные конденсаторы, модульная система подключения кабелей-шлейфов, в общем всё, что нам понравилось в 650-ваттнике здесь на своём месте. Как следствие, имеем тихую работу и отличные показатели на выходе источника. Как мы уже привыкли в случае с Gold решениями от Vingo, всё перечисленное доступно за сравнительно небольшую сумму, менее сотни долларов. За счёт такой ценовой политики производителя, Vingo VPS 750G является весьма сильным конкурентом на рынке блоков питания. А вы согласны с этим или нет? Напишите нам в комментариях и обязательно подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Новый контент уже на подходе.